Привет, Алионушка. Сегодня я прилечу в Россию, чтобы подарить тебе это концу. А мы вот с хлебом с солью, как говорится, айм сори, айм лейко. Люба, он же немец. Ну я рада за него, чё. Я пришёл к своей жене, а у жены есть жених. Алиона, встань, моя жена. Встань! Я пошёл туда за лампой, а он сидит там. Кто? Жених моей жены. Чё такой тупой? Ты чё, пришёл? А чё ты так со своим мужем разговариваешь, а? С бывшим мужем, Толь. Бывших мужей не бывает. Как и верных мужиков. Ошибся разок. Два разка. Ну два разка. Там даже три разка. Ты можешь помолчать, а? Ты же ведёшь себя, как кобелина. Чего? Я имею чуть-чуть сказать. Очень золдатный. Извините, извините, брат. Духа. Толя. Духа. Толя, пригласи. Толя! Как мне понять, люблю я его или нет? Когда помрёт, тогда поймёшь. Немец должен быть наказан. Хом, хом. Моли вы. А Гельмут? 9 мая. Немец в плену русских. Нормально. Чё делать? Сейчас мы вашу слову на допросе, мы решим, что делать. Вот ты бы пошёл его спасать? Да чё, я больной что? Идём. Куда пойдём? Куда арийца твоё выручать? Русские на войне своих не бросают. Даже если они немцы. За мной, между прочим, тоже иностранец ухаживал. В интурист к нему приду. Он эту кассету «Энигму» поставит. Сен. Димва. Димва. Ту-ту-ту-ру. Димва.